всем привет сидит играет патруля до детки проснулись уже так что могу записать немножко видео многие спрашивают как многие не очень многие но у меня мало кто меня смотрит некоторые спрашивают куда пропала почему так редко видео ребята на данный момент лето многие пропали с youtube а многие редко заходят даже на просмотры блогеры которые большие блогеры они конечно снимают каждый день и в день по два по три видео стараются выпускать потому что у них идет доход они зависят от этого можно так сказать чем больше видео тем больше просмотров и тем больше их них доходов у меня дохода нет ютуба это одно второе есть такие блогеры которые принципиально не то что тоже может заняты или нет но я знаю что они выпускают видео раз в три дня раз в неделю два раза в неделю есть и раз в месяц встречала я таких блогеров и у них знаете довольно такие большая публика и их не видео ждут чем я занята во первых вымываю полностью квартиру уборка стирка снимаем потихоньку ковры хочу ковыры постирать плохо шунет керхера очень плохо я бы их вычистила жду когда муж пойдет в отпуск сделает турник для ковров туда можно было повесить и как-то их хотя бы хоть как-то их почистить конечно хорошо если бы но может быть купим клеенку нет у нас с этой поддона такого вот большого чтоб можно было с досок досок нет чтобы сбить с досок поддон чтобы наложить ковер от положите со шланги можно поливать и стирать чистить а потом можно на ту же перекладину повесить чтобы она стекла стекала сохло ну посмотрим может быть купим клеенку так как у нас зальный ковер три на четыре это очень большой и я каждый год стараюсь их чистить стирать потому что за зиму в них тоже очень много грязи собирается пыли плюс нам помог оди их испоганить вот сейчас у детей в комнате остался ковер у насти сняли ковер в зале сняли ковер а у детей в комнате осталось и и вот запах стоит так вот это жара и видно идет испарение вот полностью вот с этого ковра и от запах от мочи сыростью вот заходишь какие к детям в комнату и стоит этот запах какими быстрее меня от запаха специальные вот эти покупала от запаха кошек собак не брызгала она ничего не помогает плюс у меня пока есть заказы вот я довязала отправила мочалки в россию у меня заказывали 5 мочалок 5 цветочков и сейчас у меня заказали связать в куклу тьме я тут как-то вяжу куклу ребята вяжу первый раз но наверное буду перевязывать эту куклу может быть положу в подарок может быть просто оставлю так как это моя первая работа здесь у меня немножко брак есть я видно не до считала не довязала или просто с одной стороны петли послабее с другой потуже скорее всего да здесь слабее петли здесь потуже и получается деформация ножки куклы вот посмотрите одна ножка уже и короче чем 2 вот это я вязала первую ногу вот это я вязала вторую и она получается идет уже хотя я наполнителя уже плотно так набила сюда и чуть-чуть короче но если вот так вот ставите и да вроде она сильно и незаметно но такую куклу я продавать естественно не буду отправлять покупателю тем более это на подарок это будет моя пробная кукла я ее свяжу и оставлю или может просто подарим кому-то и на вторую куклу чтоб связать которую у меня заказали мне надо будет докупить вот это вот белую пряжу либо молочную пряжу потому что у меня осталось ее вот совсем чуть-чуть надо будет докупить малиновую пряжу и фиолетовую еще взять вот на данный момент мне надо три мотка пряжи это надо грубо говоря 300 рублей может чуть больше сколько она сейчас стоит я не знаю это же пряжу покупали зимой часто все подорожало или уж я не знаю как там играть час я вяжу юпочку второй ряд вот он первый ряд а это уже второй ряд и она будет так вот по длине здесь вот видите коротенько тут она будет подлиннее и будет три ряда юбочки потом вот сюда вот еще буду ввязывать ряд и вот сюда вот когда вяжу юбочку потом будем вязать голову плюс мне надо купить еще сюда глазки на эту куколку так что вот чем я занимаюсь помимо этого у меня еще куры муж хоть и помогает мне но он тоже работает тут он сейчас пришел с работы поел отдохнул полчасика и пошел дальше работать мы его практически не видим он приходит уже наверное часов 6-7 вечера тоже поезд бывает такое что даже не есть жарко не так сильно хочется мы берем детей садимся на велосипеды едем на школьный стадион катаемся там и потом едем домой мы уже так наверное с неделю как бы не больше мы так катаемся воде уже до такой степени дети привыкли что папа проходит папа едем на стадион едем кататься конечно едем пока есть возможность надо возить детей надо кататься с ними когда папа заработает денежку он даже покупает какие-то вкусняшки мы садимся на стадионе там типа мини-пятничок кушаем проводим время с детками старшие дети сами по себе и настя сама по себе гуляет с компанией ваня сам по себе так что такие вот у нас дела вот чем мы занимаемся каждый день плюс еще и идет закатка нам дали две сумки кабачков кабачки конечно уже переспевшие перезрелый но их можно с них можно сделать лечь рецепт лечу я кинула в сообществе видео в том году как мы закрывали лечо и вот надо купить теперь туда еще перец лук томат по моему уже не помню что там еще надо и надо мне закрыть еще эти кабачки шоу вся наша работа летняя я сегодня вот время время сейчас скажу даже сколько время время без 10 5 я даже не прилегла чтоб отдохнуть у меня сильно болит спина видно вот постоянно сижу вяжу и она идет на мою грыжу нагрузка плюс начали ездить на велосипеде может нельзя ну принципе мы катаемся недолго чтоб так вот сильно это скорее всего от того что я постоянно сижу муж уже сегодня ругал меня горит охотляж полежи и попросила чтоб сегодня сделал укол потому что уже что-то так хорошенько чувствую эту боль то можно было терпеть как-то сейчас нет не получается терпеть сегодня у нас первый день как спала жара жары как таковой нет окно закрывается как и хотят посидеть воздухом подышать и у нас окно закрывается он они сидят лежу я на вот этих иголочках обязательно она знаете после них когда встаешь она легче спине ну так что я буду рассказывать за болячки ездили с темочкой в больницу к ортодонту надо было 27 числа ехать мы поехали раньше так как артему постоянно подкручиваем пластинку она там как-то раздвигается да и ему стало больно ее одевать сильно давила на десну и нас ортодонт предупреждала что если будет давить то приезжайте мы ее подточим мы поехали подточили и нас переписали уже на сентябрь так что в августе ехать не надо 27 числа тоже ехать не надо единственное что если опять будет дискомфорт приехать там отправят и так что пока в принципе больше рассказать вам нечего показать тоже нечего но все каждодневная уборка готовка стирка все как и у всех если хотите могу сделать мотивацию на уборку если вы желаете напишите и кто еще как закрывает кабачки напишите пожалуйста рецепт хочу в этом году что-нибудь новенькое закрыть конечно можно полазить в интернете посмотреть но хочется знаете уже проверенных рецептов которые вы закрываете и попробовать что-то новенькое сделать потому что кабачков много и они еще даже дешевый даже если покупать это нас угостили сказали и не покупайте мы вам дадим бесплатно они по 10 рублей килограмм это не так уж дорого 10 килограмм 100 рублей можно купить всем пока до новых встреч один куда ты идешь пишите комментарии не забывайте ставьте лайк повернись повернись скажи всем а вот тебя видно повернись это я уже сказал все деловой парень поняли это он проснулся играет все давайте не теряйтесь пожалуйста если не выходит видео пишите комментарии кто желает со мной пообщаться есть ссылка на одноклассники добавляйтесь друзья пройму заявку может быть кто-то хочет пообщаться лично без чужих глаз других пожалуйста пишите отвечу пообщаемся все давайте всем всего самого наилучшего